Жадовский мужской монастырь находится среди лесистых холмов Барышского района, на самом краю Ульяновской области, недалеко от рабочего поселка Жадовка. Отсюда и пошло название. Подъезжая со стороны Барыша, обитель раскрывается как на ладони. Осенью она особенно хороша, окутана золотистой листвой деревьев. Нас встретил отец Никодим. Знакомство с монастырем началось с исторического и святого места, целебного родника, где три с половиной века назад была обретена главная святыня земли Симбирской, чудотворная Жадовская казанская икона Божией Матери. По преданию, которое дошло до нас, она явилась к христианину Тихону, который на тот момент около шести лет болел. У него не двигались ни руки, ни ноги. Как христианин он нес этот крест болезни с терпением, молился, просил помощи Божией. И как-то вот в молитве, после молитвы усердной, ему явилась благообразная девица в сонном видении. И сказала, Тихон, иди, на Зажадовке, на источнике, в лесу, на поляне обретешь икону Матери Божией. И по ее молитвам Господь тебя исцелит. Ну, он как христианин не придал значения этому сну, потому что с нам доверять нельзя, это все христиане знают. Но девица явилась к нему и на следующую ночь. Как подтверждение, что это сила Божия, Тихон утром самостоятельно встал и смог ходить. Он сразу же, помолившись, пошел искать икону. Однако святой образ Тихон увидел лишь на второй день. Под конец дня он уже где-то вот в этом месте, на роднике. Здесь был кругом лес. Тогда не было ни этой деревни, тем более ни монастыря, ничего здесь не было. Здесь было совершенно такое девственное место лесное. Он увидел вытекающий источник и пришлось ему потрудиться, потому что место было топкое, не мог подойти. Ему пришлось настерить гадь из веток. И вот, подойдя уже к роднику, он увидел икону. Икона была оставлена у источника. На рядом стоящем дереве сделали вырубку, и в нее поместили святой образ. Об исцелении Тихона стало известно и в окрестностях, и люди пошли к новоявленной святыне. Верующие молились и по вере своей получали исцеление от душевных и телесных недугов. Чуть позже, по инициативе помещика Обухова, кому принадлежала эта земля и по благословению священноначалия, на данном месте была построена часовня. После этого помещик стал хлопотать, чтобы здесь был открыт монастырь. Он отвел в дар будущей пустыни весь этот участок земли. Первым насельником монастыря и основателем-строителем стал игумен Михаил из Созранского Вознесенского монастыря. Постепенно стал собираться братья. Монастырь вел уединенный образ жизни, но паломники приходили сюда всегда, чтобы приложиться к святому образу Богородицы, и спеть, и умыться в источнике. Сейчас мы стоим на дороге, по которой паломники, в принципе, ходили на протяжении 300 лет в монастырь, приходили к Божьей Матери помолиться. Для нас такой артефакт, который нас объединяет с теми поколениями верующих, и монахов, которые здесь жили, трудились, молились. Эта историческая дорога была восстановлена лет 13 назад. Раньше она вся была обсажена соснами. Сейчас от аллеи осталось всего семь сосен. Первый храм на месте будущего монастыря появился за три года до открытия обители. В 1711 году тот же помещик Обухов заложил здесь храм во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Он был освящен в 1714 году. Этот год принято считать годом основания обители. Туда перенесли обретенный образ, названный Жадовской Казанской иконой Божьей Матери. Но спустя чуть меньше 20 лет обитель была упразднена, а потом закрыли и сам храм. Только через век в пустыне вновь начались регулярные богослужения. И стало возрождаться монашеское житие. С 1847 года, когда приблизилась холера, регулярно стали совершаться крестные ходы с чудотворной иконой в Симбирск и другие места губернии. От исторических зданий монастыря у нас осталось два здания. Вот эти два корпуса, которым вот этому где-то 180 лет, этому около 200 лет. Эти корпуса были построены в 19 веке уже, когда монастырь был возрожден после первого закрытия. В 1920-х годах при советской власти у монастыря были изъяты ценности, экспроприированы постройки земля. На святом и намоленном месте расположилась школа колхозной молодежи. Весной 1930 года были арестованы последние насельники обители во главе с архимандридом Калистом. Спустя еще почти 40 лет был разрушен Казанский храм. По воспоминаниям очевидцев, святыню буквально разрывали при помощи тракторов, а потом сгрудили за пределами монастыря. До сих пор гора кирпичей, покрытая слоем земли, возвышается над дорогой. На нем стоит часовенка, где в последние годы круглосуточно братья монастыря, поочередно сменяя друг друга, читают псалтырь в память о тех, кто служил здесь ранее. В 90-е годы прошлого столетия монастырь находился в печальном состоянии. Все три монастырских храма были утрачены. Частично сохранились трехметровые монастырские стены с арка въезда и три разваливающиеся башни. Но свершилось чудо. Как говорят свидетели, в 90-х годах на одном из сохранившихся зданий были явлены три иконы. Эти образа были не рукотворены. Они как явились, так они исчезли. В ночное время они светились, потому что я разговаривал, свидетели были, которые говорят, ребята, мы с дискотеки шли, там что-то происходит, мы приходили, видели, иконы светились. Здесь даже пытались отключать электричество, потому что думали, что это кто-то какие-то слайды показывает. После этого случая стали поступать во вновь возрожденную епархию просьбы о возрождении монастыря. Осенью 1994 года Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Алексий II и Священный Синод Русской Православной Церкви дали свое благословление на возрождение Жадовского Богородицы Казанского мужского монастыря. И в 1997 году здесь уже был назначен первый наместник нашего монастыря, вот как раз о братьям особо надо сказать, это был схиегумен Агафангел. Тогда он был иеромонах, еще молодой священник, достаточно молодой, ему 30 с небольшим было. Он служил в городе Барышев, вторым священником. Вот здесь он уже почил в 1917 году, вот здесь он за собором похоронен. Ступив на монастырскую землю, иеромонах Агафангел увидел развалины, два старых корпуса без окон и дверей и три полуразрушенные башни. Но молодой священнослужитель не испугался трудностей и потихоньку вместе с пришедшей братьей начал возрождать монастырь. Вначале построили деревянный храм, в нем начались периодические богослужения. В 2009 году было завершено строительство нового Казанского собора. Входя в храм, сразу встречают нас архангелы, архистратик Божий Михаил и Гавриил, и ангелы-хранители. На один ангел в неду в дом, то я поклонюсь, как храму святому, то ему рукописание, а второй с миром изыду из храма. В левом пределе храма под Синью хранится главная святыня монастыря – икона Казанской Божьей Матери. Можно сказать, это чудо, что икона сейчас находится там, где была обретена более 300 лет назад. В советское время она пропала и казалась безвозвратна. Тайна ее нахождения была раскрыта лишь в самом конце прошлого столетия. Оказалось, что за несколько дней перед закрытием Жадовской пустыни архимандрит Калист отдал это бесценное сокровище на хранение местному врачу Архарову. Но в 1937 году врача арестовали, и икона была передана тёще по его просьбе бухгалтеру Ираклионову, когда-то окончившему духовную семинарию. Только в конце 70-х годов 80-летний тайнохранитель иконы решился передать ее настоятелю Николаевского храма в селе Оськино – Иерею Николаю Шитову. Отец Николай завещал вернуть чудотворную икону в родной монастырь, если обитель возродится. Что и было сделано батюшкой, сберегавшим образ царицы небесной Жадовской пустыни 20 лет. В этом году в главном храме монастыря завершили роспись. В главном пределе вся роспись посвящена Пресвятой Богородице. Над иконостасом изображено важное событие для церкви – покров Пресвятой Богородицы с предстоящими. Показано чудо, которое произошло во Влахернском храме Константинополя. С правой стороны от иконостаса мы видим Вселенскую Церковь – Матерь Божия и предстоящих перед ними христиан. С левой стороны, перед Матерью Божией, молятся русские святые. В куполе по традиции над четырьмя столпами четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Богослов. Выше – пророки, такие как Соломон и Давид. Еще выше – праотцы, пророк Божий Ной, пратец Авраам и другие. Под самым куполом на нас смотрят архангелы и серафимы. И в самом центре находится крест Господень, который освящает все. Иконостас и саму роспись у нас делают все мастера Палиха. Это древнее русское село, в котором на протяжении уже столетий люди одаренные, и они занимаются иконописью. Занимались в советское время, там были какие-то скатулки писали, но на самом деле это древнее село иконописцев. На иконостасе изображены симбирские святые – блаженный Андрей Симбирский Чудотворец, небесный покровитель Симбирска и преподобный Гавриил Меликесский. В свое время Гавриил Меликесский был послушником Жадовского монастыря на протяжении трех лет, пока его не забрали в армию. Вернуться в монастырь он не смог, обитель к тому моменту закрыли. Малый предел – это предел в честь святителя Тихона Мафунского, и здесь он уже такой расписан иконописцами, именно как монашеский такой предел. Прямо над входом в предел распятый образ монашеских обетов. Как апостол Павел говорит, что распять свою плоть со страстьми и похотьми, вот что на кресте, как раз крест, является послушание, чистота, нищета. То есть это три монашеские обеты – послушание, нестяжание и целомудрие. За пределами собора, прямо за алтарем, находится монастырский погост. Первое захоронение принадлежит монахине Наталье Шитовой, жене отца Николая Шитова, архимандрида Андриана. Которые в своей семье больше 20 лет сохраняли икону Казанской Божьей Матери. Рядом могила Схиегумена Агафангела, первого наместника монастыря в новейшей истории. Здесь есть и могила братьев, почивших еще до закрытия монастыря. Их имена неизвестны. Во время строительства Казанского собора все найденные останки были бережно собраны и захоронены под один крест. Пока мы обходили монастырь с отцом Никодимом, на долю которого выпало еще послушание экскурсовода, другие монахи были заняты повседневными трудами. Если вы думаете, что жизнь монаха легка и беззаботна, то ошибаетесь. Конечно, вся жизнь обители сосредотачивается вокруг храма и молитвы. В монастыре же суточно проходит до трех богослужений. Общее время молитвы может достигать 8 часов. Все остальное время монахи трудятся, не покладая рук. Кто за огородом присматривает, пашет, кто за больными ухаживает. Как в любом хозяйстве, в монастыре дела есть для всех, и рук всегда не хватает. Также здесь у нас тоже, вот здесь историческое, вот это здание, остатки здания было здесь, вот ее восстановили. Здесь у нас котельная мастерская, у нас столярная мастерская, здесь же у нас свечная, уголь делаем для храма, для нужд храма. Рядом скотный двор. Нам удалось увидеть только кор, овцы и коровы в это время на пастбище. Из молока братья сами делают творог, сметану и сыр. Излишки продают или отдают нуждающимся. Часто своей продукцией монастырь балует ребятишек из детских домов и детских садов. Делится натуральными продуктами и со стариками, инвалидами из домов престарелых и богоделин. На время нашего визита монастырский огород уже в основном пустовал. Урожай почти собрали. Здесь же рядом стояли ульи и пчел. Их подготовили к зиме. По монастырскому пруду насельники разводят рыбу, щуку, карпа, тостолобика и белого амура. Вся она идет на стол братья. Мясо в обители не едят. Да и рыба бывает только в непостные дни и по праздникам. Местным ловить рыбу в большом пруду запрещают. Но чтобы народ не роптал, монахи обустроили маленький прудик за скотным двором. Запустили в него карася и дали зеленый свет всем, кто хочет отдохнуть с удочкой. Говорят, Клев здесь сумасшедший. Такое ощущение, что земля и вода дают плоды только от одного прикосновения братьев, а воздух наполнен святостью. Точно так же живут и многие другие большие и малые монастыри. И чем больше их, тем светлее и духовно чище становится наша земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова